Всем привет! Привет! Как у вас дела? Как ваши мейки получаются? Рассказывайте мне, отмечайте меня в инстаграме, хэштегом Таня Горинович. Давайте я буду вам помогать, если вдруг что-то, у вас есть какие-то вопросы. Сегодня я буду делать макияж, он очень простой, но эффектный достаточно. В исполнении будет делаться не так уж и долго, поэтому, пожалуйста, учитесь. Опять-таки, макияж будет у нас уже ближе к нашим корпоративам. То есть вы можете пользоваться и пробовать делать до корпоратива, у вас есть куча времени. Итак, значит, на лицо я нанесла кремчик увлажняющий, и сегодня буду работать с такой базой, которая называется выравнивающая. Вот такая, это база от Inglot. Почему именно она? Смотрите, для тех, у кого бывают какие-то расширенные, например, поры или места, где есть прыщички. В общем, там, где нам нужно выровнять идеально ровно кожу, она поможет. Я ее буду использовать только на крем сверху. Нам нужно надавить совсем немножечко. Она как силиконовая, вельветовая база. Набираю ее также кисточкой искусственной. И наношу в основном, вот, например, я хочу себе выровнять зону лба вот в этом месте и зону вот тут щечка и слегка на нос. Да, у меня там поры расширены. Может быть, зависит сейчас это от того, что на улице как влажно, дома сухо. Поверх своего прыщичка тоже нанесу. Таким образом, он как бы выровняется, и когда будет наклад тональное средство, текстура будет ровнее. Также, значит, сегодня я использую тональное средство от Armani. Его надо заболтать. Тон увлажняющий, так как кожа у меня сухая, я буду использовать увлажняющие. Есть там тона матирующие. Это не маэстро. Есть отдельная маэстро тональная основа у Armani. Вы ее все знаете, я думаю, что они много слышали. Она состоит из нескольких видов масел плюс пигмент. Когда она носится на лицо, то она создает немножечко матирующий такой слой, несмотря на то, что там есть масла. То есть, как бы закреплять пудрой она не требует. Вот это тональное средство требует, чтобы закрепили пудрой. Совсем немного я его наношу. Оно очень хорошо растушевывается и растягивается. И начинаю работать с тоном. Я наношу везде, кроме зоны под глаза. Это вам я уже говорила. На губах у меня сейчас нанесен бальзам. Armani смотрится, конечно, потрясающе на лице. И смотрится потрясающе на фото. Эффект такой, знаете, фарфоровой кожи. Если правильно подобрать оттенок. Что касается подбора цвета у Armani, то там очень много есть пигментов и оттенков. Вам стоит прийти в сам магазин и уже нанести себе на лицо оттеночек и посмотреть, какой он. В данный момент у меня, например, пятерка прям ровная. Есть там какой-то 521, 541, 565, что-то такое из разряда. Вам нужно просто пойти и попробовать для себя, потому что сейчас подсказать, какой там самый ходовой или какой самый лучший я не смогу. Единственное, могу только подсказать, что если у вас кожа жирная, то лучше брать те, которые матирующие средства. Если кожа сухая, то лучше брать увлажняющие средства. Затонирую губы. Вот, нанесла. Под глазами у меня остались мои такие синеватые пятнышки, поэтому сейчас я буду их убирать с помощью консилеров, своих любимых, MAC. Использую свои любимые два цвета и начинаю блокировать нашу синеву под глазками. Растушевываем. Вообще, я чувствую приближение Нового года. Не могу сказать, что это как-то связано с погодой, а просто мое внутреннее настроение. Мне уже хочется поскорее праздников. И я готова каждый день делать интересные варианты макияжа на праздник, чтобы вам было проще его выполнить, чтобы вам было проще сделать. Так, давайте теперь мы свое лицо припудрим. Для этого я буду использовать пудрочку вот HD. Но наносить именно HD я буду только на зону под глаза. Она такая легкая, транспарантная, поэтому хорошо подстраивается под зону под глазки. А на все лицо я уже использую свою любимую пудру. Это тоже Make Up For Ever. Это у нас пудра называется Velvet Finish. Пушистой кисточкой, хорошенечко припудрую лоб, T-зону. И растушую по всему лицу. Немножко даже зайду на глаза. Вот, смотрите, лицо мы себе уже выровняли. Теперь давайте работать с коррекцией и с бровями. Для коррекции я буду использовать свою любимую палетку Анастасия Беверли Хиллс Light to Medium. Два оттеночка. Это серый, который ближе к селевовому. Я их смешиваю, слегка стряхиваю кисточку скошенную и начинаю затемнять свои скуловые впадины. Я тяну, 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 тяну к зоне где-то между губой и носом свою коррекцию. Затемняю лоб. Прохожусь по всему контуру лица. И немножечко на нос. Нос не надо прям сильно себе корректировать. Просто нужно создать эффект такой полутени, а посерединочке оставить светлый блик. Тогда получится он у вас, если вам необходима коррекция, поуже. Сейчас пока я ставлю больше коррекцию, дополнять не буду. В самом конце, если что-то мне понадобится, я сделаю ее или усилю, или наоборот облегчу. Займемся бровями. Здесь нам бровки нужны будут чуть-чуть поярче. Я буду использовать любимую помадку. Анастасия Беверли Хиллз оттенок Medium Brown. Сначала давайте причешем бровки. Возьмем кисточку, вот такую скошенную, узенькую. Это у меня кисть Зоева 317. Зоева можно заказать на сайте. И начинаю графично вырисовывать свои брови. И с другой стороны, вот, пожалуйста, вам отличие двух бровей. Весьма. Вот такие получились у нас графичные бровки. Давайте теперь мы их хорошенечко зачешем гелем. В самом начале я буду зачесывать наверх, а потом уже по росту. Наверх и по росту. Гель я предпочитаю прозрачный. Вы уже все это знаете. Так как цвет мне нравится, который дается уже от помадки или от карандаша. Следующее, что я буду делать, это макияж глаз. Для начала давайте на глаза мы нанесем базу. Вот, я использую базу Мак. Светленькую самую. Припраем. Наношу. И теперь давайте будем делать макияж, который, в принципе, не займет у нас много времени, но очень красивый в своем исполнении. Для этого нам понадобится черный карандашик. Желательно, чтобы он был прям черный-черный и стойкий. Если у вас нет черного, но есть какой-то карандаш оттенка кофе, то, пожалуйста, используйте карандаш оттенка кофе. Я буду использовать карандаш от Bourjois. Вот. Он как будто бы с синеватыми рисуночками. Сейчас моя задача нанести карандаш по ресничному краю и немножечко вот здесь вот подчеркнуть складку. Как я это буду делать? Ровных линий нам здесь не обязательно. Нам нужно просто подчеркнуть наш ресничный край. Теперь нам нужно сделать, как будто бы нарисовать такой полумесяц и слегка увести карандашиком в складочку. Затем я возьму кисточку. Лучше, чтобы она была вот такая, тоненькая, натуральная. И сразу же эту зону растушую. Так как карандаш у меня стойкий, он может быстро застыть именно в таком положении. Так. И давайте глазик с другой стороны сделаем. Растушевываем сразу же. Так. Растушевали. Теперь нам понадобится красивый кофейный или коричневый оттеночек, который вам будет ближе. Если вы девушка холодного цветотипа, то лучше брать холодный коричневый тона. Если вы девушка теплого цветотипа, то лучше брать теплый коричневый тона, который будут вам близки. Я буду использовать палитру любимую свою Т22 у Ателье. Возьму кисточку. Вот такую пушистенькую. Наберу вот этот коричневый тон. Он холодный. Слегка набираю его. Немного стряхиваю кисть. И начинаю поверх этого черного цвета просто растушевывать коричневым оттенком. В данном случае карандаш у нас будет служить как подложка для того, чтобы наш коричневый тон стал более плотным. Оттенок мы заводим в складочку и тянем его уже ближе к носу. Вот такими как будто бы круговыми движениями прорабатываем нашу карандашную линию. Давайте с другой стороны тоже так же подтянем оттенок. Чем выше вы здесь поднимете цвет, тем будет у вас объемнее смотреться глаз. Обратите внимание, что я оставляю практически светлую всю середину. Теперь давайте займемся нижним веком, а затем будем заниматься еще украшением верхнего века. Также я беру сейчас свой черный карандаш, который я использовала до этого, и уже подвожу им немножко нижнее века, именно самую краевую. То есть вот тут. Я не завожу этот карандаш на внутреннюю слизистую. Я прямо ровно под ресничками. И слегка вытягиваю к верхнему веку, чтобы соединить. Нам в этот раз не нужно слишком далеко тянуть. Нам нужно наоборот создать эффект объемного глаза. Это значит, что вытягивать мы не будем. Растушевываю эту зону. Растушевываю слегка вниз. И соединяю между собой в уголочке. Так. И давайте с другой стороны сразу сделаем. Теперь давайте эту же нижнюю нашу линию мы подтушуем коричневыми тенями. Для того, чтобы снизу получилась линия аккуратнее, мы будем брать не настолько пушистую кисточку, а уже более мягенькую, но тоже формой овальной. Набираем свой коричневый оттенок и проходимся по нижней линии. Так. И уже большой пушистой кистью мы вместе два века стушевываем. В одну общую линию. Получаются у нас такие растушеванные уже объемные глаза. Даже можно здесь слегка приподнять к бровям. Вот так. Следующее, что я буду делать, это прорабатывать здесь зону. Опять-таки я возьму свой черный карандаш и начну немножечко уголочек подкрашивать. Нужно, чтобы было все очень аккуратно. Затем беру нашу кисточку, которой мы растушевывали. Черный карандаш. Вот она. И приподнимаю этот уголочек. Пожалуйста. Беру пушистую кисточку и коричневые тени. Вот, получилось вот так. И серединка у нас абсолютно стала светлая. Теперь давайте возьмем красивый пигмент серебристого тона. У меня будет это джинс 22. Я сначала нанесу на эту серединку базу. Прям вот такими выдвижениями, чтобы была скрепляющая база. Теперь возьму наш пигмент. Набираю его на пушистую кисточку, но желательно, чтобы она была плоская. Вот такая. Может, чтобы она была даже пообъемнее. И накладываю прям поверх. Вот. Беру кисточку, которая была для коричневых теней. И просто растушевываю эти два цвета по краю вместе. Получается, что у нас серединка горит как бы серебристым. Теперь я возьму подводку для глаз черную и подведу красиво стрелочку. Но не буду ее слишком вытягивать. А сделаю просто аккуратную стрелочку до конца наших теней. Итак, подводим стрелку. Я беру черную подводку от Inglot и подвожу полностью по ресничному краю. Хвостик далеко не вытягиваю. Оставляю здесь. Немножечко приподнимаю. И утолщаю ее на уголочке, а также в серединке. Второй глазик. Вот такие у нас получились стрелки. Красивый серебристый блик внутри и оттенок коричневый полностью поверх. Для того, чтобы украсить наш макияж еще немного, я использую красивый новый карандаш, который сейчас недавно буквально вышел. Это Ифраше. Он переливается немного с синий-фиолетовый. И нанесу его на внутреннюю слизистую. Он мягкий, каял. Поэтому я не буду за это беспокоиться, за мое слизистую. Оно хорошо проработается. Оттенок будет создавать просто глубокий цвет. Плюс немножко синевы. Вот такой он красивый. Отливает слегка в синеву. Теперь давайте мы подкручим реснички и их подкрасим хорошенечко. Ресники подкручиваем и подкрашиваем. Ну что, давайте теперь накрасим губы. Что касается губ, то здесь можно брать, в принципе, как яркие, так и неяркие. Возьму сегодня более спокойный оттенок. Вот, это называется Metallic Rose. Это у нас помада Анастасия Беверли Хиллз. Даже я бы сказала, это блеск. Но он достаточно густой, поэтому наносить его много не нужно. И немножечко добавим румян себе на щечки, для того, чтобы просто был красивый, натуральный румянец и макияж был больше связанный. Потому что сейчас кажется лицо очень бледным на фоне ярких глаз. Я возьму кремовый румяна. Буду использовать румяна, это у нас MAC. Оттенок Lady Blush. Наношу слегка на яблочки. И давайте мы теперь нанесем немножечко хайлайта на зону скул. Естественно, я буду использовать хайлайтер Анастасия Беверли Хиллз. Мне уже он очень-очень нравится. Буду использовать самый такой светлый. Он розоватый немножечко на зону скул. Сегодня я нанесу его только на скул. И не буду прорабатывать и муло, и зону носа. Потому что и так уже все очень-очень светится и блестит. Так что без перебора. Вот такой у нас получился вариант еще одного макияжа, который нам подойдет на вечер или на корпоратив. Наверное, уже следующий вариант я буду делать более в легком нюд-стиле. Так как корпоративных макияжей пока достаточно. Вот. Вы можете рассказывать мне, как у вас что получается. Можете присылать свои работы. Вы можете отмечать меня в инстаграме с хэштегом Таня Горинович. Я буду смотреть ваши работы. Также вы можете спрашивать, задавать вопросы, комментировать. Я буду все учитывать. И если у вас есть какие-то пожелания, пожалуйста, тоже мне их рассказывайте. Давайте я вам покажу поближе чуть-чуть. Ну, я думаю, что в принципе, каждая девушка хочет в день, в новогодний или в вечер, выглядеть уже прям очень-очень блестяще. Такой вариант будет, кстати. Что касается ваших вопросов по поводу того, какую использовать тушь, какие использовать крема, давайте я сделаю в следующий раз рубрику вопрос-ответ, где я буду вам советовать, какие крема, туши, тени, подводки. Ну, буду объединять их в одну общую тему, конечно. Поэтому, девушки, задавайте свои вопросы, оставляйте эти комментарии под фото, видео или еще где-то. Я буду все учитывать. Ну что, я рада была снова вам помочь. Надеюсь, вам мои варианты макияжа кажутся не совсем такими сложными, как смотрится. У вас все будет супер получаться. Всех целую. Пока-пока.